С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения! Поздравляем! С днём рождения тебя! Приветствую всех гостей моего кулинарного канала! 3 августа нашему сыночку исполнилось 12 лет. И тортики я решила приготовить сама. И как всегда с вами поделиться этим рецептом. В этом видео я решила показать вам полный рецепт. Как я готовила бисквит, как я готовила крем и как я украшала тортик. Перейдём к приготовлению. Для начала разбиваем в сухую посуду 4 куриных яйца. Далее взбиваем яйца с помощью миксера на высокой скорости. Пару минут взбиваем яйца в пышную пену. И дальше будем вводить постепенно сахар. Всего нам понадобится 125 грамм сахара. Также в сахар я добавила 1 пакетик ванильного сахара. В удачном приготовлении бисквита это главный процесс. Хорошо взбить яйца. Нужно всего где-то примерно взбивать 5 минут. Как я вам уже говорила, яичную массу нужно очень хорошо взбивать. И это очень важно. Яичная масса должна хорошо побелеть. Далее нам понадобится 125 грамм муки. И в неё мы отправляем 1 чайную ложечку разрыхлителя. Просеиваем муку в нашу яичную массу. Дальше мы аккуратненько лопаткой вымешиваем муку. Вымешивать нужно хорошо, чтобы не оставалось комочков. По густоте тесто должно получиться в виде жидкой сметанки. Бисквитик я буду выпекать в силиконовой форме. Предварительно я её смазала сливочным маслом. Отправляем сюда всё тесто. Диаметр формы у меня 22 см. Отправляем в разогретую духовку выпекаться наш бисквитик. Духовочку я разогрела до 180 градусов. Отправим где-то на 20-25 минут. Вот такой вот бисквитик у меня получился. Я выпекала 2 бисквитика. Второй бисквитик я выпекала по тому же рецепту. И брала то же количество ингредиентов. Готовность бисквита можем проверить деревянной палочкой. Далее переходим к приготовлению шоколадного ганаша. Берём 200 грамм чёрного шоколада. Сюда мы отправляем 50 мл молока. И отправляем на 1-1,5 минуты в микроволновую печь. Далее хорошо перемешиваем. Шоколад хорошо смешивается с молоком. Вымешивать нужно до тех пор, пока не получится однородная масса. Также молоко можно заменить на сливки. Далее нам понадобится 250 грамм мягкого сливочного масла. Взбиваем масло с помощью миксера 2-3 минуты. Пока масло немножко побелеет. Далее мы постепенно вводим по чуть-чуть наш растопленный шоколад. И смешиваем хорошо с маслом. Тогда хорошо смешали масло с шоколадом. Далее выключаем миксер. Накрываем пищевой пленочкой наш крем. И отправляем в холодильник. Далее нужно сварить сироп для пропитки коржей. В сотейник насыпаем 100 грамм сахара. Наливаем 150 мл воды. И отправляем на плиту. Также я еще добавила немножко фруктового сиропа. Вы можете сделать любую на ваш вкус. Сладость пропитки вы тоже можете уже регулировать по собственному вкусу. Как вы больше любите. Более сладкое или не сильно сладкое. Сироп наш нужно довести до кипения. Немножко, где-то 5 минут прокипятить. И сироп наш готов. Выключаем и отставляем в сторону. Коржи наши уже остыли. Разрезаю каждый корж пополам. Корж режется очень легко. Бисквит наш хорошо пропекся внутри. Получился он очень пористый, хороший. Второй также разрезаем пополам. Продолжение следует... Я очень довольна. Вот такие вот красивые бисквитики у меня получились. Далее подготовим наш крем. Я взяла кондитерский мешок. Отправляем сюда наш ганаш. Собирать наш бисквитик я буду в разъемной форме. Для меня так удобнее. Отправляем первый корж на дно формы. Хорошо разравниваем по бокам, чтобы он ровно лег. Сверху каждый корж я буду пропитывать сиропом. Далее выкладываем слой крема. И нужно будет его хорошо распределить по коржу равномерно. Сверху отправляем второй корж. Также самопропитываем его сиропом. Продолжение следует... Друзья, по желанию вы можете заменить крем на любой другой. Например, я готовила такой же тортик. Только крем брала. Сгущённое молоко взбивала сливочным маслом. Тоже очень вкусно получается. После сборки тортик у меня вот так вот в форме простоял всю ночь в холодильнике. Теперь я буду приступать к украшению тортика. Оставшийся ганаш я растопила в микроволновой печи. И сверху по бокам мы хорошо обильно будем промазывать ганашем наш тортик. Для украшения я буду использовать MMDance, а также KitKat. Друзья, если вам понравился этот рецепт, обязательно попробуйте приготовить тортик. По этому рецепту. Делитесь этим рецептом с вашими друзьями и близкими. Если вас не затруднит, можете под видео поставить лайк. Оставить ваш комментарий. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Тортики тоже хотели принять участие в приготовлении тортика. И тоже взялись дружно мне помогать. Тортик действительно получился очень яркий и на вкус тоже получился очень вкусный. Имениннику он очень понравился, а для меня это главное. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok